Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Настя, я футблогер и дизайнер. И сегодняшнее видео я хочу посвятить году нашей эмиграции в Сербию. В этом видео я расскажу, как проходил наш переезд и как сейчас проходит наша адаптация. Очень надеюсь, что мой опыт поможет кому-то, поднимет настроение, подбодрит, и у вас все тоже получится так же, как и у нас, а может даже лучше. В своем блоге, в инстаграме я очень часто рассказываю, как у нас здесь проходит жизнь, и также часто получаю вопросы в директ о том, сколько стоит жизнь в Сербии. На этот вопрос я очень подробно ответила в своей статье на vc.ru, прям все расписала, сколько что здесь стоит. Вы сможете зайти, почитать, посмотреть. Вот, ссылочку я оставлю в описании. А сейчас переходим к рассказам. Скажу сразу, что я подготовила для себя конспект и буду туда периодически подглядывать. В 2022 году, в апреле прошлого года, получается, мы с мужем переехали в Сербию. Я думаю, что не стоит углубляться в причины, почему мы это сделали. Думаю, что и так все понятно. Но хочу сказать о том, что мы морально всегда были готовы к переезду. Уже много, несколько лет мы планировали, что мы будем переезжать, менять страну. Просто не могли определиться с выбором, не могли для себя как-то решить все точно, что мы переезжаем. У нас был план такой, что мы сейчас поработаем, наработаем опыт в России, в иностранных компаниях в России. И потом найдем себе работу за границей в Европе или в Америке и переедем уже по оферу. То есть, так, более уверенный вариант. Но этого не произошло, и в апреле мы просто собрались и уехали. Но моральная готовность к переезду все равно была. Вообще, я отношусь к смене страны для жительства философски. Или, наверное, просто позитивно. Потому что для меня смена страны — это как, знаете, как возможность за одну жизнь прожить две, а то и три жизни. То есть, это ты берешь себя, перемещаешь в другие обстоятельства, в другую ситуацию, в другой климат, вообще к другим людям, в другую культуру и начинаешь там свой быт. И это просто невероятно круто. Вот я реально считаю, что если бы у каждого человека была возможность пожить в разных странах, мир был бы гораздо добрее, лучше и счастливее. Вообще, лучшее, наверное, решение, которое мы приняли за свою жизнь — поменять страну. Как физически прошел наш переезд? Как мы вообще нашли Сербию? Мне директ тоже очень частенько спрашивает о том, как мы вообще выбрали Сербию для жизни и вообще, как мы тут оказались. История тоже очень интересная. Когда все произошло, мы начали сразу смотреть билет, куда можно улететь. Выбрали Турцию, купили билеты в Турцию. Как сейчас, помню, за 140 тысяч рублей. В Турции рейс стоял на 8 марта, и как раз-таки с 8 марта самолеты перестали летать. Я тогда очень сильно расстроилась, но сейчас я понимаю, что это было хорошо для нас. И в Турцию мы не полетели, деньги нам вернули. Вот. И мы начали искать другие варианты. Смотрели через агрегаторы билетов, чтобы были какие-то более-менее приемлемые цены, без визы. И мы выбирали такую страну, в которой мы точно сможем прожить там несколько лет, чтобы получить постоянное место жительства. Плюс мы смотрели, чтобы по визам мы по всем проходили, чтобы добраться было до этой страны комфортно. И там была возможность жить с российским паспортом. И, конечно, смотрели на язык. То есть можно было уехать в Китай, но я точно знаю, что китайский я не выучу, я не хочу его учить. Поэтому мы выбирали такую более, короче, приемлемую для себя страну. Вот по критериям, в том числе язык, виза, возможность получить постоянное место жительства. И, в принципе, мы смотрели на то, чтобы страна была развитая. То есть мы вот об этом всем в голове это держали, листали агрегаторы билетов. И тут появился рейс до Сербии. Лететь туда больше суток нам предстояло. Билеты стоили вообще нормальные деньги. Было всего две пересадки. 12 часов в Киргизии и 10 часов в Стамбуле. Но это на самом деле была вообще фигня. Потому что тогда рейсы были вообще какие-то просто сумасшедшие. Мы купили билеты. И вылет у нас был через неделю. Я вам скажу, это еще тот экшен. Собирать вещи для переезда в другую страну за неделю. И, учитывая, что у тебя вещей, я не знаю, сколько там тонн вот этого барахла было, которое я выгребала из шкафов. Но это было просто что-то невероятное. Естественно, всю квартиру разобрать мы не успели. Собрали все, что было нам необходимо из вещей. В три чемодана. По-моему, это было килограмм 50. Эти три чемодана, может, 55. Вот. А все остальное оставили в квартире. Передали ключи родителям. Квартира была съемная. Нам пришлось ее еще продлевать на месяц. Чтобы там наши вещи спокойно как-то были разобраны и перевезены. Вот. И уехали. Летели мы в Сербию, как я уже сказала, с двумя пересадками. В принципе, пересадки прошли неплохо. Что в Киргизии, что в Стамбуле. В Киргизии, не помню. По-моему, это был Бишкек. И в Стамбуле тоже все было нормально. Вот. Долетели до Сербии. И, знаете, первое впечатление, когда мы вышли из аэропорта. Вот. Я прям это вообще так помню. Я почему-то ожидала увидеть здесь какую-то шикарную, лакшерную, теплую Европу. Но на тот момент как раз в аэропорте Белграда был ремонт. Они там реконструировали старую часть аэропорта. Там сейчас вообще аэропорт получился очень шикарный. И это был апрель. А апрель в Сербии это вообще не самый теплый месяц. Мне кажется, вот по опыту это вообще самый холодный месяц марта и апреля в Сербии. И я помню, я выхожу в футболке, в каких-то легких штанишках. Мы не спали два дня. И мы выходим просто в какую-то стройку. Дует просто такой, знаете, промозглый ветер. Мне казалось, что еще чуть-чуть и пойдет снег. Над нами какие-то подъемные краны. Бегают таксисты. Предлагают там довезти до навесада за какие-то бешеные вообще деньги. И я такая думаю, господи, куда мы попали? Просто я хочу спать. Я была невероятно счастлива, что мы все-таки долетели. И уже на тот момент в Сербии все расцвело. Было все уже такое зеленое, солнечное. И все равно настроение было хорошее. Почему мы выбрали навесад? Сейчас уже, если честно, я не помню, почему мы не остались в Белграде. Но я думаю, что это потому, что мы почитали, что Белград, он... Ну, это столица. Там более шумно, более грязно. Там больше людей. И все такое. И почему-то мы просто не захотели жить в столице. Просто потому, что это столица. Хотя Белград тоже очень красивый город. И там просто невероятная архитектура. Но мы почитали, что навесад это такой город-сад. Здесь больше зелени, больше парков. И решили, ну, ладно, навесад поедем. Вот. Как-то так мы определили свою судьбу. Дальше я вам расскажу про наши первые дни в навесаде. Как вообще мы организовали наш переезд, чтобы он прошел так более-менее мягко. Во-первых, мы рассчитали, что мы приедем в навесад. И у нас будет снята гостиница на две недели. Мы сразу из России ее уже забукировали. И, соответственно, сразу, когда мы приехали в навесад, мы поехали в нашу гостиницу. Вот. Приехали в гостиницу. Там разместились. Гостиница еще у нас была на главном бульваре города. То есть очень, ну, так, недалеко от центра. Буквально минут 10 пешком. Но самое главное, что эта гостиница была около банка, в котором мы открыли счет. И первое время мы решили, что мы две недели будем жить в гостинице. И за это время нам нужно открыть банковский счет. Это вообще первая задача номер один. И потом найти квартиру. То есть на самом деле от банковского счета зависела вообще наша жизнь. Если бы нам счет не открыли, то мы бы не смогли никак не переводить деньги, не получать эти деньги. И, ну, надо было бы менять страну. Я не знаю, что-то с этим делать. Квартиру без банковского счета вариантов снимать не было. Вот. И, наверное, где-то дней 10 мы открывали счет в банке. Тогда была... Во-первых, было непонятно, какие банки открывают счет иностранцам. Тогда уже многие банки сказали, что они счет открывать не будут. Везде практически были отказы. Было на тот момент уже только два банка, которые сотрудничали с россиянами. Мы в них двух оставили заявки, отстояв просто огроменные очереди из наших соотечественников. Вот. И ждали от них ответа. Мне ответ пришел буквально в этот же вечер, что вообще я считаю чудом. И, наверное, через три дня мне открыли счет. И еще там через две... Ну, наверное, дней через 10 дали карточку. Вот. Но впечатление, я вам скажу, от открытия счета тоже это... Я помню, как я нервничала, как я переживала, чтобы все это открыли. И я помню, как мы заходили в банки. Вот, представляете, вы приехали в другую страну. Вообще в другую. Просто очень далеко, которая находится от России. Заходите в банк, а там одни русские. И это было вообще... С одной стороны, было как бы комфортно. То, что все свои. У всех, в принципе, одна проблема. Если что, можно у кого-то что-то спросить, посоветоваться. Но, с другой стороны, это было... Ну, это просто что вообще? Что происходит? Но вот такой вот опыт. Вот. Банковский счет нам открыли. И потом мы искали квартиру. Вариантов на тот момент было... Ну, во-первых, я не знаю. Либо нам попадались такие варианты. Либо это был какой-то общий тренд, что на тот момент сербы, многие, не хотели сдавать квартиру иностранцам. То есть, потому что, если ты на тот момент, как было, если ты иностранец, тебе нужно раз в месяц, во-первых, выезжать из страны. Ну, если ты русский, точнее. Выезжаешь из страны, делаешь виза-ран, и потом возвращаешься, идешь в полицию с хозяином, и делаешь белый картон. Это документ, который подтверждает о том, что ты зарегистрирован в квартире. И многие сербы отказывались ходить в полицию. То есть, вот это вот было таким камнем преткновения. Мы смотрели несколько квартир, которые, блин, стоили очень дешево, даже в евро. Но хозяева говорили, что нет, мы иностранцам не сдаем. Вот. И мы нашли квартиру. Там было, внимание, раз, два, три, четыре комнаты. Три спальни. Ужасная маленькая кухня. Вся квартира была желтая. Квартира была просто разрушена. Один раз на меня упал косяк. Многие двери просто не закрывать. Все окна были сломаны. И еще эта квартира стоила дофига. Когда мы решили вопрос с квартирой и деньгами, тогда еще с фист-переводы работали. И, в принципе, была возможность работать на России. Но все равно нужно было решать вопрос с работой. Я работала HR в сети стоматологических клиник Новосибирска. И моя работа предполагала нахождение в офисе. То есть у меня была такая работа, что я постоянно носилась там между нашими филиалами, между учебным центром, делала контент, общалась с людьми, занималась корпоративной культурой, внутренними коммуникациями. То есть удаленно у меня возможности работать не было. Но у меня был замечательный просто, и сейчас он остается, руководитель, который пошел мне навстречу и разрешил мне уехать с возможностью работать удаленно. Ну, то есть, конечно же, пока не найдут они нового сотрудника. Но здесь, на самом деле, просто произошла какая-то магия в моей жизни. Сейчас я про нее расскажу. И вывод из этой истории будет такой, что нужно всегда слушать свое сердце. Это было еще в 2020 году. Все началось. Когда я решила пройти курсы по SMM. Вроде он назывался по фрилансу. В общем, если честно, я даже не помню, как он назывался. Но я очень хорошо помню, что третий модуль в этом курсе, он был по работе фигмы. Вот. И там какой-то дизайнер нам рассказывал, как работать в этой фигме. И меня это так очень сильно вдохновило. Мне так понравилось. Вообще, я заинтересовалась темой дизайна. И этот молодой человек, преподаватель, он учил нас делать гайды. Ну, то есть, тогда это было очень популярно, делать какие-то гайды и распространять их в Телеграме, дарить за подписку и так далее. Я научилась делать эти гайды. Я поняла, что я могу, в принципе, создавать какие-то свои дизайнерские штучки, делать PDF. Тогда как раз у меня появился YouTube Телеграм-канал, в который я выкладывала то, что у меня получалось делать. Это все еще с рецептами было связано. Вот. Но не суть. Потом я нашла работу. По образованию я социолог, но я год проработала в Кока-Коле HR специалистом. И поэтому я нашла работу в сфере HR. Вот. Как раз-таки в сети этих стоматологических клиник. Там у меня была должность, которая называлась менеджер по корпоративной культуре, внутренним коммуникациям и адаптации персонала. То есть, это просто дикий микс. И мне дали полную свободу творчества. Сказали, делай, что хочешь, но надо, чтобы это все было классно. И я решила, что я буду заниматься дизайном. То есть, помимо проектов в HR, я еще добавила себе дизайн. Просто потому, что я хотела. Вот. И у меня это так все классно получалось. Меня так хвалили. Всем нравились мои работы. И мне они тоже нравились. Но вот кто хоть что-то понимает в дизайне, тот сейчас поймет абсурд вообще ситуации. Я делала печатные материалы. То есть, прям, знаете, такие буклеты фигами. То есть, это вообще... Это вот представьте, как вы в конструкторе для создания сайтов делаете баннер, который вы будете печатать. Вот что-то подобное я делала, но у меня получалось. Дизайн меня очень сильно затянул. Плюс меня хвалили на работе за дизайн. Вот. И я решила пойти профессионально этому поучиться, чтобы, ну, освоить другие графические редакторы. Понять вообще какие-то основы дизайна, чтобы делать это более круто, более профессионально. Вот. И я пошла учиться. И как раз-таки на момент, когда мы переезжали, я уже там отучилась 5 месяцев. Вот. И я сказала на работе, давайте, я буду у вас дизайнером. То есть, вообще, вакансии открытой дизайнера не было. И как бы, ну, дизайнером вроде бы я работала. Ну, как бы, это было все в Эйчаре. В общем, было это все непонятно. Я сама предложила, давайте я буду дизайнером. Я все-таки профессионально учусь. Могу делать вот это, вот это, вот это. И там были у меня еще какие-то проекты, которые я должна была передать дизайнерам. Но я решила, что их сделаю я. И, в общем, таким образом, каким-то чудом, благодаря моему вот этому чувствованию ситуации, я из Эйчара превратилась в дизайнера. При этом место работы я не меняла. На данный момент я продолжаю работать дизайнером. Пока что только на Россию. Но я, в планах у меня есть брать проекты уже на иностранном рынке. Но для этого нужно сделать портфолио, которым я как раз-таки сейчас занимаюсь. Теперь хотела бы рассказать вам про первое впечатление от страны. Вообще, как здесь у нас началась жизнь, как мы отсюда не уехали, и почему мы здесь до сих пор живем. Хочу рассказать историю, которая вот прям, ну, это прям реально первые мои впечатления. После аэропорта, когда мы приехали в гостиницу, заселились. У меня, вот знаете, мы две ночи не спали, но я так хотела выйти на улицу и посмотреть, куда мы вообще переехали. У нас гостиница, как я уже говорила, она находилась на главном бульваре города. Я думала, что это, ну, то есть это какое-то такое крутое место. Что-то я там себе придумала в голове, вот. Вот, и мы выходим из гостиницы, получается, сразу попадаем на этот бульвар. Я поворачиваю голову направо, и вот вы можете себе представить, на главном бульваре, на асфальте сидит бабуля. Просто на поребрике или на какой-то там картонке, и у нее вот эта вот такая, какая-то пластиковая корзина, в которой продают там овощи, фрукты на базаре, она как бы так перевернута, накрыта газеткой, и как бы вот справа лежат градусники ртутные, а слева лежит табак. И она этим торгует. И к ней подходит молодой человек и покупает у нее табак. И я на это все смотрю и думаю, господи, куда мы приехали. Потом мы попали в старый город. То есть мы зашли вот на эту центральную площадь перед собором. И если честно, я тогда уже забыла, что я вообще видела до этого. Вот в тот момент я влюбилась в Новесад. Все, я сказала, все, я отсюда не уеду. Я здесь остаюсь жить. Мы должны сделать все, чтобы открыть счет, найти квартиру, найти работу. И жить здесь вообще очень долго. Мои впечатления от Сербии сейчас, это просто невероятная страна, которую я, ну вот я реально ее обожаю. Я просто, я ее так сильно люблю. У нас, она приняла, во-первых, очень тепло. Нам многие люди, многие сербы помогали. Эфигенная страна. Она очень какая-то искренняя, добрая, открытая сербы. Просто невероятные люди. Для меня этот город, это просто сказка. Это любовь, это вот я знаю, что мы отсюда уедем, но я сюда буду точно возвращаться, приезжать и просто любить сербов вообще бесконечно за то, что они так тепло приняли нас здесь. И за то, что у них просто офигенная страна. И еще по поводу Нависада хочу сказать, что здесь невероятно культурная жизнь, кипящая культурная жизнь, я бы так сказала. Вот вы только представьте, здесь недавно проходила выставка беспородных собак. То есть это собачники, которые объединились где-то, надрессировали как-то там своих собак, и для них была предоставлена там территория, городом, на которой они там собрали людей и показывали всякие представления, которые там делают их собачки. И каждую собачку можно было потискать. Блин, и там были русскоязычные, то есть уже русскоязычные вписались вот в эту культуру с дрессировкой беспородных собак и с этими показами, и это просто вау для меня. Плюс здесь есть площадки для выгула собак специальной. Для меня это... Я вообще, я когда это все увидела, я просто подумала, блин, почему мы только сейчас сюда переехали, почему мы не сделали этого раньше. Огромный выбор кофеин меня просто сводит с ума. Я вот сейчас началась уже теплая пора, весна, вот лето, осень, зима. То есть самый холодный месяц, это был вот февраль, март и чуть-чуть апреля. Все остальное время здесь будет тепло, иногда жарко. И начался сезон, когда можно работать на улице. И это такая благодать, когда ты можешь зайти в парк. Просто зайти в парк, чистенький, опрятненький парк, сесть на лавочку и работать со своим компом. Вот. Или выбрать любую кофейню, которая тебе по душе, и работать там. Ну, это вот, знаете, это просто какой-то другой уровень жизни здесь. Он здесь очень хорошо чувствуется. Моё сердечко навсегда принадлежит Навесаду. Я его обожаю, этот город. Хотела рассказать про моральную сторону переезда, о том, как не сойти с ума, когда ты... Ну, когда ты просто собираешь чемоданы со всем, что у тебя туда влезло, говоришь всем, типа, пока, и уезжаешь непонятно на сколько, когда ты вернёшься, когда ты увидишься с людьми, которых ты оставляешь. Я была просто в шоке от того, что мы переезжаем. Хоть я была и морально готова, на самом деле, то есть я всё равно знала, что мы переедем, но когда был вот сам момент сбора вещей, я была вообще в такой растерянности, я просто не понимала, что, зачем, как, почему, может быть, попозже, может быть, потом. Мне было очень страшно, но мне очень хорошо помогло то, что я была не одна. Одна бы я никогда не решилась на переезд в другую страну. Со мной был муж, и я ему очень сильно доверяю, но вместе очень хорошо, и как-то это как-то помогло мне сделать такой шаг в своей жизни, то есть что просто я была не одна, и со мной рядом была невероятно сильная, вообще главная моя поддержка в жизни. Следующее, что мне помогло не сойти с ума, это то, что где-то внутри головы, просто где-то в подсознании я себе говорила, что мы едем на месяц. То есть настолько я себе это говорила, что я зачем-то увезла с собой рабочий ноутбук. Потом меня спросили, а как ты собираешься его возвращать, я сказала, ну, как-нибудь верну. И вот настолько я поверила, что мы уезжаем на месяц. Мне было просто так легче, я почему-то рассуждала, что я всё равно вернусь через месяц, чтобы там разобрать наши вещи, чтобы там отдать этот же ноутбук, чтобы какие-то вопросы по работе решить, чтобы ещё что-то. То есть через месяц я вернусь, но не навсегда, но как бы я всё равно вернусь и увижу всех своих родных. Вот. И вот это как-то вроде бы, то есть это, знаете, вот эта мысль мне дала какую-то такую твёрдую почву под ногами, что я сейчас в какое-то болото, возможно, погружусь, а потом я смогу выйти на берег и там отдохнуть. Сам момент переезда, на самом деле, мне не было страшно, мне было интересно. То есть вот эти все этапы, когда там мы сдавали вещи в багаж, когда мы платили за этот перевес, когда мы переезжали, ждали наш рейс в Киргизию, потом в Стамбуле, потом переехали в гостиницу, открывали счёт, искали квартиру, переезжали на квартиру, обустраивали квартиру. И вот так вот пролетело 4 месяца, и ты даже как-то вот, ты когда входишь просто вот в этот драйв какого-то переезда, какого-то постоянного, что тебе нужно делать визарану, нужно какие-то документы собрать, нужно вот это, туда сходить, там страховку оформить. И это всё, ты не понимаешь, как делать, ты начинаешь это всё искать, и уже появляется такой какой-то драйв, и который тебя как бы из депрессии, вот из этой после переезда, тебя вытаскивает. Если это СКА вообще по родине, вот это, я вот, когда мы здесь только начинали вот эту всю нашу жизнь, я очень много там думала о том, что вообще такое родина, зачем она нам нужна, что она мне дала, что я ей дала, что останется после меня. Короче, вот такие, знаете, философские вопросы, они очень сильно накрывают, когда ты остаёшься как бы, ну, сам с собой, вот. И я поняла, что у меня есть тоска только по маме, если честно, вот только по маме я скучаю. Да, у меня очень, есть три очень близкие подруги, но у меня с ними всё равно очень тёплая связь остаётся и на расстоянии, мы с ними всегда встречаемся, когда я еду в Россию или в каких-то других городах, скоро начнём встречаться в других странах, вот. А с мамой какая-то вот есть у меня связь, которая прям вводит меня в тоску. Вот только по маме я скучаю. Я не скучаю по своей стране, мне ничего от неё не надо, я там не хочу творог, я не хочу сгущёнку, никакие продукты, ни какой-то привычный там сервис, мне он не нужен, я по нему не скучаю, скучаю только по маме. Ну и поскольку мои соседи, видимо, начинают делать ремонт, появляется какое-то стучание в батарее, я буду закругляться, наверное, в этом видео и дам 4 совета будущим иммигрантам. Если вы планируете переезд, то прислушайтесь к тому, что я говорю и сделайте какие-то выводы. Во-первых, поймите то, что вы меняете жизнь, то есть у вас вот была такая жизнь, теперь она стала другой и в ней надо учиться делать вот всё с нуля. Поэтому я бы дала такой совет, что нужно продумывать каждый свой шаг и желательно иметь всегда запасные планы, осознавать риски, осознавать то, что может случиться, если будет что-то вот так. Это нужно уметь делать, прям реально продумывать. То есть, вот, например, на моменте переезда, когда вот мы только вот решили, всё, мы переезжаем, мы сразу начали считать деньги, насколько нам хватит. Если мы не будем работать, то сколько мы сможем там прожиться, сколько мы можем снять квартиру, если мы не будем работать, то сколько мы в этой квартире сможем прожить, сколько мы можем тратить на еду. То есть, вот это вот всё, В России мы не считали деньги вот так вот, чтобы понимать, сколько, где, как стоит, но когда мы только переехали в Сербию, наверное, первые полгода у нас был, мы настолько, я настолько знала, куда у нас каждое евро тратится, что я сошла с ума просто от этих всех расчетов, но это нам очень сильно помогло. Следующий совет это грустить, переживать, плакать, смеяться и уметь проявлять свои эмоции, то есть уметь делать вот такую, знаете, разрядку. В какой-то момент я просто поняла, что я вообще уже, ну, то есть у меня настолько мозг как-то по-другому работает, что, во-первых, тебе нужно сделать кучу каких-то документов, там, не знаю, купить какие-то определенные продукты, разобраться в этом и все еще это на сербском, на английском языке перемешку, что мозг просто взрывается. То есть, во-первых, если раньше я жила как бы в привычной, в комфортной обстановке, говорила на своем родном языке, и у меня не было никаких там каких-то жестких вызовов, да, там, кроме того, что я там сдавала, не знаю, на права, потом получала эти права, а здесь ты как будто бы каждый день получаешь какие-то права, сдаешь экзамены, и при этом ты это все делаешь еще на другом языке. Вот это вот такой очень тяжелый момент, что на самом деле мозг работает вообще на миллиард процентов, и ты очень сильно загружаешься, и совет в том, что нужно уметь разряжаться, уметь отдыхать, и вот мой отдых эмоциональный, это, не знаю, проплакаться, либо очень громко и очень долго смеяться, и вот в эти моменты я получаю вот такую разрядку. И следующий совет заключается в том, чтобы либо вернуть рутину, в которой вы жили, находясь в своей стране, либо придумать какую-то новую рутину, утреннюю особенно, чтобы вы просыпались, сразу знали, что вам делать, спокойно начинали день. О чем я говорю? Вот, например, я уже 10 лет занимаюсь йогой, каждое утро я просыпаюсь, умываюсь, пью стакан воды и делаю йогу, коротенькую, там, буквально 10-15 минут, но за это время я так плавненько просыпаюсь, ухожу в день и спокойненько готовлю завтрак, и вот у меня так весь день спокойненько проходит. И это на самом деле очень круто помогает, когда ты живешь в какой-то постоянной вот такой вот непонятной ситуации, что делать, как делать, где это купить, где это найти, как это сделать, вот. И у тебя есть возможность спокойно начать свой день, там, не знаю, если вам помогают медитации, то медитируйте с утра и знайте, что вы каждое утро начинаете с медитации. Это, не знаю, как вот еще вам это сказать, но это реально очень круто, когда ты просыпаешься и сразу знаешь, что тебе делать. И заключительный мой вам совет, соберите хорошую аптечку, желательно на год, и не экономьте место на этой аптечке в своем чемодане, потому что лекарства в другой стране, они отличаются от лекарств, к которым вы привыкли в своей стране. И может такое случиться, вот у нас, например, такое случилось, что в первой неделе мы заболели здесь, либо это было привыкание к воде, либо еще что-то, но мы спасались своими вот трофийскими препаратами, которыми мы привыкли спасаться, там, от всяких ротовирусов и прочего. И это нам очень сильно помогло, что у нас с собой были все таблетки, все лекарства, и мы не носились как ненормальные по аптекам, и не искали, там, чем бы нам спастись. Вот, также от простуды, вот сейчас, если что-то такое, какая-то незначительная болезнь происходит, да, там, простуда, вирус, ротовирус, что-то с животом, ну, то есть, что, в принципе, можно дома вылечить и не обращаться к врачу, то лекарства для этого лучше взять из России. И здесь уже постепенно, там, смотреть, какие здесь есть таблетки, там, это все спокойненько изучать, а не когда-то уже заболел, носиться по аптекам и что-то искать. Итак, ребята, я поняла, что я не договорила, я не рассказала самого главного про то, как мы адаптировались в этой стране и как сейчас проходит наша адаптация. Скажу кратко, через полгода жизни в Сербии мы здесь открыли ИП, чтобы была возможность работать с иностранными клиентами. На основании ИП мы открыли себе ВНЖ. Весь этот процесс, наверное, занял у нас где-то месяц. Также, к дополнению к ВНЖ, мы сделали себе страховки, сделали все необходимые документы, и сейчас мы можем легально, безопасно, а главное, что комфортно жить в этой стране. Вот. Также мы переехали в светлую, просторную квартиру, это уже наша вторая квартира в Нависаде, вот, она гораздо лучше, чем первая была, такая желтая, развалившаяся, сейчас она у нас светлая, просторная и классная. Также мы купили здесь мотоцикл, и можем путешествовать по всей Сербии и по ближайшим странам, ну, что, собственно, мы и делаем. Скажу, что передвижение на мотоцикле по Нависаду и вообще по Сербии не просто великолепные. Дороги шикарные, парковки для мотоциклов есть практически везде. Короче, иметь мотоцикл в Сербии, я думаю, что во всей Европе это просто невероятный экспириенс, учитывая то, что им можно здесь пользоваться практически весь год. Что касается российской общины, ну, русскоязычной общины, да, будем так говорить, она здесь очень большая. То есть, в принципе, если есть потребность в каких-то медицинских услугах на русском языке, в бьюти-услугах, просто где-то поболтать с кем-то, это все есть. В чатах, в телеграме есть просто все. Там можно реально в чатах, в телеграме найти вот вообще полный гайд, как переехать в Сербию, как здесь оформить все документы, куда сходить на маникюр, с кем сходить позавтракать, то есть есть все. И, в принципе, если ты чуть-чуть заскучал там по своему родному языку, хочешь с кем-то пообщаться, то для этого есть очень много людей. Вот. Я предпочитаю здесь пользоваться все-таки услугами сербов, да, то есть медициной сербской, ходить к сербам на приемы, там, в СПА ходить в Сербию, просто для того, чтобы быстрее и качественнее интегрироваться в эту страну. Огромный минус, что я не знаю языка. Я думаю, что когда я его выучу, когда у меня начнутся языковые курсы летом, и я выучу сербский язык, мне будет гораздо проще и комфортнее здесь находиться. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Возможно, мой рассказ получился каким-то сумбурным, но я старалась рассказать это все искренне, с какими-то своими эмоциями, прикольными историями, переживаниями. Вот. Скажу, что Сербия потрясающая страна, конкретно для нас, она нам очень хорошо подходит, я ее обожаю. И все. Подписывайтесь, если вам понравилось, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и пишите в комментах, может быть, у вас есть какие-то вопросы по Сербии, и, может быть, я еще что-то полезное могла бы рассказать про эмиграцию, адаптацию в другой стране. Спасибо за просмотр.